Русские новости 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 Они относятся к началу нашей эпохи, где-то от 2-го до 4-го века. Славяне впервые упоминаются в 5-м веке. Но не было народа, когда-нибудь возникают и когда-то и умирают. Мы знаем множество народов, которые умерло, мы знаем народы, которые родились. И примерно когда они родились. Первый момент рождения – это обретение имени. Когда возникло имя, тогда народ и родился. А то, что у него есть свои прародители, с которыми каждый человек связан со своим родом. Также и русские связаны с предшествующими племенами. Вот русские сложились из разных племен и появились где-то там в конце первого тысячелетия нашей эры. Именно со своим этнонимом, со своим самосознанием, которое тоже складывалось постепенно и сложилось вместе с суверенной государственностью. А суверенное государственность у нас сложилось после преодоления зависимости от ордынцев. У нас, конечно, начинают выдумывать, что русские как будто специально рождены для того, чтобы противостоять евреям. С евреями почему-то начинают отождествлять Хазарию и победа Святослава над Хазарами. Это нечто такое, что чуть ли не начало нашей истории. Да не является это началом. Это абсолютно легендарная часть истории. Трудно понять, где, кто и что сделал. Даже неизвестно, в каком порядке походы Святослава происходили. В каком состоянии находилась Хазария. Ученые предполагают, что уже там внутренний распри, война, вражда, там уже была распадающаяся Хазарская империя. Где иудаизм был на какой-то период доминирующей религией. Нельзя сказать, что там прям евреи доминировали. Иудаизм, да, но он как-то не получился. Иудаизм так и остался родовой религией. И вот он-то как-то трансформировался из того, что касалось Ветхого Завета. Но интерпретирован-то он прямо противоположным способом по отношению к православию или по отношению к европейскому христианству. Разные совершенно ветви противостоящие и противоположные. Что такое иудаизм, по сути дела, может понять только христианин. Потому что именно там оппозиция с иудаизмом абсолютно четко и выверена. А все остальные, кто говорят про жидовство, про евреев, которые нас все злобно гнетут, они наводят тень на плетение. Они соединяют христианство и иудаизм в то время как это противостоящие религиозные концепции. Иудаизм – это родовая религия, этническая религия. Христианство – это вселенская религия. Православие – это религия русского народа, которая не замыкается на этничности, а является духовным ядром русского народа, который открыт и для тех, кто готов его принять. Но, к сожалению, сейчас мы находимся в ситуации крайнего религиозного кризиса, что и является следствием кризиса государственности. Потому что у нас все это было сопряжено одно с другим. Русская государственность родилась вместе с православием и русская государственность погибает, когда погибает православие. Мы в таком состоянии находимся, когда погибает русская религиозность. И этим заняты уничтожением русской религиозности как средства массовой информации либеральной, так и бюрократия государственная, которая всегда ненавидела и подготовила определенные пароязыческие символику, всякие фантазии и так далее. Все это было подготовлено в советский период, в недрах КГБ. И теперь это все пущено в обороты. Все эти бредни повторяют люди, либо совсем недалекие, либо настроены крайне злобно к самой сущности русской души. Все это еще дополняется тем, что называется неправильным антисемитизмом, правильнее называть и юдофобией. Да не боимся мы евреев. Ну вот никак мы не боимся. Мы видим только, что складываются этнические общности. Вот, скажем, есть чеченская этническая общность. Она зафиксировалась и внедрилась во все государственные органы. И есть еврейская этническая солидарность. Она тоже используется не только в нашей стране, но и во многих других странах. Тем более, что история у еврейского народа довольно длинная. А склонность к занятию ростовщичеством привела к контролю определенных экономических структур, которые без ростовщичества, считается, жить не могут. Наша задача русского движения – избавить от ростовщичества всю хозяйственную систему. И поэтому освободиться от вот этого ерма, который повешен нам на шею. И на этом ерме некоторые вычитывают антисемитизм. Но это не совсем правильно, потому что здесь уже этничности никакой нет. Может быть, там вот в средневековье еврейское ростовщичество действительно было вот такой базой распухания этнического представительства в системе власти. И то они там пытались забыть о своих еврейских корнях, купить какие-то там дворянские титулы, отмежеваться, вот совсем казаться другими людьми. И действительно, избавление от этничности происходит и вот в этой еврейской среде, которая живет, собственно, традиционно эти галахические евреи. И они там где-то живут на обочине, а вот еврейство, которое выросло из этой среды и оторвалось, оно уже этнических корней не имеет. Может быть, какие-то черты имеет, какие-то склонности. Ну и вот формирование финансовой олигархии без этого не обходится. То есть здесь есть определенный отбор, он может происходить из разных народов. Вот пропорциональная способность у каждого народа может быть разная, статистически какая-то доля дееспособных в определенной профессии есть в одном народе, а другая, скажем, большая, серьезно большая или серьезно меньше в другом народе. Но отбор идет профессиональный. И вот сейчас финансовая олигархия собралась в пучок из разных этнических составляющих, в котором угадывается некая связь с вот этим средневековым еврейством, с ростовщическими технологиями. И поэтому существует такая подмена. И еще, как наведенная радиация, в ответ на вот такие подозрения еще от людей, кровно связанных с еврейскими кругами, там уже трудно говорить о народе, потому что, ну, если они не знают ни языка, ни культуры, ни какое отношение к евреям они имеют. Есть просто склонность вот чувствовать свою зависимость или какую-то солидарность с этой олигархией. Поэтому некоторые люди и определенно вспоминают о своих еврейских корнях. Для этого им это кажется очень важным. И они при этом считают, что они противостоят антисемитизму, который вот как-то обозначает весь русский народ. Вот, ну, действительно, может быть, русских надо всех репрессировать, вот как Юрия Якишева за публикацию карикатуры начала 20 века. Вот он сидит в тюрьме. И за слово «жидовствующее», которое является религиозно-этическим термином. Не этническим, а этическим, религиозно-нравственным термином. И вот за это, за применение этого термина в какой-то там статье, которую он написал 4 года назад, и за карикатурку там, значит, казак стоит и сечет такое кроссоподобное существо, вот он за это сидит сейчас в тюрьме. Вот как бы здесь происходит такое возбуждение определенного вопроса, можно сказать, возбуждение ненависти. Да, это тогда уже уголовная статья по нашему законодательству, по их законодательству, не нашему, конечно. И идет вот это подключение правоохранительной структуры к тому, чтобы ущемлять людей, которые уже сами возмущены поднятием так называемого вопроса антисемитизма, о еврейском вопросе, о русском вопросе. Вот те, кто включены в обсуждение этих вопросов, находятся в некой зоне риска. И причем в зоне риска одни являются источником риска для других. И вот есть такая появилась странная барышня в Министерстве иностранных дел вообще ниоткуда, некая Мария Захарова. Честно говоря, я ее заметил только просто по ее совершенно безумным выступлениям от имени Министерства иностранных дел. То есть это дама, которая не способна что-то говорить самостоятельно, она все время приходит с какими-то конспектами на пресс-конференцию, вместо того, чтобы отвечать на поставленные вопросы, она там подглядывает куда-то. А если говорит самостоятельно, то говорит абсолютно безграмотно и какую-нибудь чушь говорит. Ну, я ее заметил как человека абсолютно непрофессионального. И вдруг оказывается, что к этому еще добавляется вот такая этническая определенность. То есть дама вдруг вспомнила о своих еврейских корнях. А может быть о ее еврейских корнях вспомнили, чтобы ее назначить на эту должность, чтобы она позорила российскую государственность. Может быть в этом состоит ее такой неожиданный взлет, неожиданное появление. И вот эта Захарова вдруг тут объявляет, я читаю, вот ее прямая речь, она где-то там в фейсбуке, имеет наглость там что-то писать. Писать не умеет, но видимо любит, так же как говорит не умеет, но любит. Не умеет ничего делать, не умеет общаться с прессой, но тоже любит. Вот ей нравится, ей такую возможность предоставили. Вот что она сказала. Наша религия запрещает ненависть. Ну, якобы она перешла в православие, да? Или в христианство, не знаю, точно сказать нельзя, что там с ней произошло. Но во мне есть то, что по-английски называется objective hate. А по-русски, забыв о пафосе, наверное, можно выразить известным ярость благородная. Ну, перевод такой близкий, но все-таки нет. И вот что она, оказывается, ненавидит вот этой яростью благородной, на самом деле мерзкой яростью, мерзкой ненавистью. Я ненавижу все виды национализма. Все виды национализма, отметим. От расовой дискриминации до религиозной нетерпимости. Национализм, отмечу, не имеет никакого отношения ни к расовой дискриминации, ни к религиозной нетерпимости. Но она ненавидит. Тогда что же она ненавидит? Если она живет в России, то она касается, конечно, русского национализма. И надо сказать совершенно объективно, что Мария Захарова ненавидит русский национализм. И считает его ответственным за расовую дискриминацию, которой в России нет и никогда не было, и за религиозную нетерпимость. А религиозная нетерпимость у нас связана с основами русского мировоззрения. Русское мировоззрение нетерпимо к тому аморализму, который еще Христос изобличал, переворачивая столы ростовщиков в храме. Вот так же и для нас есть нравственно-нетерпимые вещи, которые включены в религиозную доктрину, основу русской нравственности. Вот именно это русскую нравственность некая Мария Захарова, поставленная на высокий государственный пост и представляющая Российскую Федерацию международных отношений, ненавидит. Я ненавижу, когда унижают или травят неважно кого. Эта дама прямо в своем высказывании унижает и травит русских людей. Она не называет национализм русским, ей якобы любой национализм ненавистен. Но она является выразителем, выразителем вот этой ненависти к русскому народу. И смотрим дальше. А еще я ненавижу глупость и тупую злобу. Это то, что как раз от нее исходит. Которые способны увидеть звезду Давида не то, что в цветке или снежинке, но даже в формуле бензола. О ком это она говорит? Где она столкнулась с такими людьми? То есть это такое изобретение врага, а потом его унижение, дискредитация, ярость благородная по отношению к изобретенному голему. Вот этот голем ей выстроен, Мария Захарова, и теперь она может его смело ненавидеть и заявлять о ненависти. Но потом оказывается, что сквозь эту фиктивную искусственно созданную фигуру просвечивает образ русского человека. Вот что ей ненавистно. Да, вот звезда Давида для нас это некий символ иудаизма. Это официальный символ израильской государственности, то есть еврейской, этнической государственности. А мы с ней связываем некие негативные вещи, в том числе и иудаизм как религию, которая противостоит христианству как таковому. Является антиподом христианства. Поэтому, естественно, противостояние религии и неприемлемость одной религии для другой. И вот эта неприемлемость со стороны русских, со стороны русской веры, является поводом для того, чтобы испытывать так называемую благородную ярость, ненависть к нам. Это объявление о ненависти по отношению к русским православным людям. Дальше читаем. По ее словам, ей еще во втором классе родители объяснили, кто такие евреи, объяснили, что в мире много национальности, а также объяснили, что если бы не доктор, который был евреем, она могла бы не родиться на свет. То есть, уже с детства эта дама выделила у себя в сознании евреев и еврейства как нечто себе близкое и людей, которые негативно относятся по отношению к евреям, как своих врагов. Ну, обычному человеку, в общем-то, наплевать. Есть какие-то враги, которые меня ненавидят, я их не касаюсь, они меня не касаются, я о них забыл и все. И тогда человек просто здоров. И есть вот эти больные русофобии люди, которые всегда стремятся направить, в том числе и правоохранительные органы, против тех, кого они ненавидят. Это такие доносчики. Вот выступление Марии Захаровой, человека абсолютно неподготовленного к своей деятельности и ставшей известным на основе этой деятельности, и является для нее какой-то задачей, которая все время из нее прет, из нее вылезают вот эти формулы, она не может их сдержать. Вот эта ненависть, которая по отношению к русским проявляется не только у какой-то Марии Захаровой, да бог с ней, но и по отношению со стороны очень многих других людей, которые оказались во власти, которые вроде не называют себя евреями, как, помните, так Черномырдин сказал, ну и что, если я еврей, а я не еврей? Его тоже, видимо, как-то касался этот вопрос, кто-то ему, может быть, предъявлял какие-то претензии, но бог с ним. Или там, скажем, Олег Митволь, который на выборах кричал, я еврей, я горжусь, и каждый должен гордиться своей национальностью, говорить о ней свободно. Ну, если ты гордишься и готов говорить свободно, то не надо лезть с этим в душу к кому-то другому. Мария Захарова через Фейсбук лезет к нам в душу, потому что, не потому что нам что-то написало, но надо быть полным идиотом, чтобы читать Фейсбук Марии Захаровой, а потому что ее слова начинают цитироваться и тиражироваться и обсуждаться, и невольно все втягиваются в это обсуждение, и русские новости втягиваются в это обсуждение, потому что это переносить нельзя. Это русофобия, это проявление того, что сконцентрировалось на верных этажах власти и не может нас устраивать, как проявление отчаянной ненависти к русскому мировоззрению, выраженному в православии и христианстве в целом, если шире говорить, и к русскому народу. Вот я вижу в словах Марии Захаровой отчаянную ненависть к русским. Отчаянную ненависть к русским, которая возникает, она может по-разному возникать, но в данном случае она возникает на базе осознания себя еврейкой и в прошлом человеком, принадлежащим к иудаизму. И вот этот знак, который она носит, ей указали, что как же ты, вроде как христианка, ты вроде как хрестился, а у тебя на шее висит эта звезда Давида. И она говорит, это мне в детстве повесили эту звездочку, я ее и ношу. Но так носят не украшения, так носят то, что является принадлежностью твоей натуры, это твой сакральный символ. Поэтому то, что она там крестилась, это ее личное дело. Вот по высказыванию мы видим, что это высказывание абсолютно русофобское и абсолютно антиправославное. И мы, русские православные люди, так и должны относиться. Вот высказано неумной очень женщиной, высказано то, что думают о нас, русских православных людях, в Кремле. Вот эта дама исторгла истину о состоянии умов там, за этим барьером, за который русским людям запрещено заходить. Наша задача состоит в том, чтобы этот барьер сломать, вычистить всех русофобов из власти и учредить русскую национальную власть. Ну вот Мария Захарова, видимо, надлежит тоже уйти вот вместе с теми, кого она представляет и чью тайну она выдала. Наша забота, утверждение в России русской национальной власти и изгнание из этой власти русофобии и православофобии, антихристианства и воинствующих форм антирелигиозной деятельности. Они есть, они все налицо, это можно отдельно обсуждать. Кому это интересно, может более подробно обсудить когда-то на своих страницах, на своих каналах. Я же просто сейчас концентрирую внимание на том, в какой ситуации мы находимся и какова идеологическая доктрина тех лиц, которые находятся у власти. Получают там ордена, звания, должности и так далее. Вот эти люди пользуются той идеологической доктриной, которая невольно и в такой свободной форме высказана Захаровой на ее странице в фейсбуке. Мы это дело обсудили и поставили в очередной раз ту задачу, которую мы должны решить в течение ближайшего поколения или конец истории русского народа. И конец истории России состоится. Мы должны уничтожить русофобскую власть и заменить власть в России с русофобской на русскую.